У каждого человека Мы расскажем сегодня о человеке, чьи успехи на тренерском поприще Галини превзойдет, о человеке, с именем которого связана целая эпоха в истории советского спорта. Его ученики, его воспитанники диктовали моду борьбы для всего мира. Герой нашего очерка, выдающийся тренер 20 века Асланбек Захарыч Цгоев. Морская наука, журналистика, история, философия, цирк и театр, бокс и борьба. Таков был круг его интересов. Я бы его назвал легендой. Посланник Бога. От Глыба. Великий, великий человек был. Не было людей равнодушных к его персоне. Одни его обожали, другие завидовали, третий боялись. Это был тренер-философ, создавший уникальную методику и добившийся феноменальных результатов на тренерском поприще. Он был порядком выше во всех стадиях от подготовки спортсмена. Я считаю, что он наравне с такими тренерами, если говорит о тренерской работе, как Анатолий Тарасов в хоккее. Выдающийся тренер. Выдающийся тренер. Это такой же, как аркаев в гимнастике. Это элита вообще тренерского состава, которые имели божескую дару. С 1953 по 1988 год Асланбек Цгоев подготовил 77 чемпионов юношеских и молодежных первенств СССР. Более 50 раз ученики Цгоева становились чемпионами России среди взрослых. Его воспитанники входили в призовые тройки всех чемпионатов Советского Союза по вольной борьбе. Во время Асланбек Захаровича был расцвет вольной борьбы на всем Северном Кавказе, да и вообще во всем Советском Союзе. Потому что он делился со всеми, будучи тренером высокого уровня, тренером сборной Советского Союза. К нему приезжали специально, привозили своих учеников, все тренеры. Никогда я не видел его в гражданской одежде. Он проходил в спортивной форме и выходил на ковер в большой старости. У него была физическая сила непонятная, вот какая-то внутренняя. Ну, я его видел в 65-67 лет, когда он выходил на ковер. Он так ломал своих учеников в 67 лет, что у тех руки были в синяках. Он их так бросал, что они летели. Таким запомнился всем, кто его знал, Асланбек Зыгоев. Между тем, начало его жизни не предвещало ничего подобного. В это трудно поверить, но в детстве он плохо ходил. У него были серьезные проблемы с ногами. Мать выносила его, сажала перед домом на скамейку. И какие-то местные мальчишки, ну как, дети же такие жестокие бывают, они побегали, не знали, что он не может дать с дачи ходить. И в него постоянно кидали камни. Он родился и вырос в Северной Осетии. Родители извелись хождениями по врачам, пока не узнали про народного целителя Исидора Батаева. Он жил в горном селении Ухат, известном своими чудодейственными источниками. По легенде говорили, что туда даже больных лошадей заводили, и лошади вставали. Около года прожил Асланбек в горах. Здесь он окреп, исцелился, и, наверное, тогда уже начал понимать, что человек часто и не подозревает о силах, которые в нем есть. Этот детский опыт преодоления остался в нем навсегда. Когда он уже встал, то они с отцом своим, с Захаром, и начали какие-то тренажеры делать. И был такой здесь пропагандист гимнастики Бауэр. Он когда увидел отца руки, он говорит, вы что делаете? У него, говорит, руки, как на керзовых сапогах, говорит, подошва. Он между двумя пальцами брал за край дула двустолку и так параллельно держал ее двумя пальцами. То есть такие сильные кисти были. Свою последнюю схватку на ковре Асланбек Цгоев провел в 1961 году. Это был турнир, посвященный памяти легендарного циркового борца Бала Канукова. К этому моменту Цгоев уже разменял пятый десяток. Несмотря на возраст, ему удалось победить всех своих более молодых соперников. У них была молодость, у Цгоева железный характер. И вера в то, что в жизни нет ничего невозможного, если ты победил свою слабость. Борьба была его стихией. Но с самого детства Асланбек грезил о морских путешествиях. Он мечтал научиться водить корабли и увидеть мир. Родители поддерживали мечты сына. И отца готовили стать офицером. Просто, чтобы военным стал. Путь в мореходное училище лежал через РАПФАК. И, как оказалось позже, это была ступенька к будущей судьбе Асланбека. Наверное, каждый спортсмен должен встретить в своей жизни своего учителя, наставника. На РАПФАКе цветных металлов он встретил своего первого и единственного тренера, Михаила Реонтьевича Агладзе. И вскоре стал его любимым учеником. За время учебы на РАПФАКе Асланбек стал чемпионом Владикавказа почти по всем видам спорта. Спустя годы именно Михаила Гладзе в трудный момент поможет ему найти путь, который станет в его жизни главным. До начала Великой Отечественной войны оставалось три года. В 1938 году Асланбек поступил в Черноморское военно-морское училище имени Нахимова в Севастополе. В этом училище работала лучшая спортивная кафедра Советского Союза. Во флоте не готовили спортсменов. Как в Древней Греции было, готовили бойцов. Они всем занимались. Борьба, бокс и стрельба, плавание. Отец был один из лучших. Он выигрывал чемпионаты по боксу, фехтованию. Был чемпионом первенства Черноморского флота по классической борьбе. Борьба самых разных видов и стилей увлекала его всегда. И однажды Асланбек решил испытать себя на арене Севастопольского цирка. Обычно цирковые борцы демонстрировали приемы друг на друге и вызывали на поединки смельчаков из публики. Но случалось и наоборот. Что вам угодно? Могу ли я вызвать на состязание ваших борцов? Асланбек вызвал на поединок всех борцов Севастопольского цирка. И через день афиши, возвещающие о предстоящих схватках, пестрели по всему городу. Две-три минуты требовалось Дзгоеву, выступавшему под псевдонимом Алексей Любимов, чтобы уложить на лопатки всех своих соперников. Зрители были в восторге. И вдруг радостный победитель увидел начальника своего училища, который был страстным поклонником борьбы. Возвращаясь обратно, он думал только об одном – отчислят его за самовольные отлучки или нет. Но, очевидно, гордость за своего курсанта взяла верх, и наказание не последовало. В конце 30-х годов вся страна жила в постоянных дискуссиях. Курсанты-нахимовцы тоже были участниками. Какой-то был диспут с каким-то патриархом, каким-то крымским. И мы, говорит, готовились там очень долго. И я, говорит, вот молодой встал. Я, говорит, ему задаю вопрос. Он до того просто меня, говорит, ошеломил своими знаниями, вот этот священнослужитель. Пройдет время, и Асланбек Дзгоев будет ошеломлять знаниями своих учеников. Но это случится уже после войны. На востоке человеческое тело уподобляют лодке, в которой душа пересекает океан Бутия. В годы военных испытаний Асланбека Дзгоева часто спасала силой его лодки. В 42-м, во время Керченской операции, он был ранен и попал в клон. В 44-м прошел проверку в спецлагере НКВД и вернулся в действующую армию. Остаться в живых хотелось всем. В свободное время командир роты автоматчиков Дзгоев заставлял своих бойцов заниматься спортом, развивая их выносливость и реакцию. И многим это спасло жизнь. Вопрос, быть или не быть на войне, решался вдоль и секунды. Пехотинцы Дзгоева наводили ужас на фашистов. Особенно, когда приходилось встречаться с ними в ближнем бою. Даже втроем против одного фашисты ничего не могли сделать. Пешком с боями Асланбек Дзгоев прошел всю Восточную Пруссию. Победу встретил в Кенигсберге. Асланбек дома, в родной Осетии. Но по ночам болят раны, и еще непонятно, что ждет впереди. И вдруг встреча. Михаил Леонтьевич Агладзе, узнав о возвращении любимого ученика, поспешил его найти. Дядь Миша Агладзе отличался необыкновенной добротой. Он настолько мягко разговаривал, что когда проходило время, вот эта мягкость оставалась в твоих ушах. Эта встреча была судьбоносной. В тренерской биографии Асланбека Дзгоева Михаил Агладзе стал его крестным отцом. Уже через год Асланбек становится чемпионом города по боксу, классической, вольной и национальной борьбе. Но если вернуться назад в тот послевоенный год, ничто не предвещало такого поворота. Мучительно долго заживали раны. Михаил Агладзе соорудил для него самодельный тренажер. Раздобыл исцеляющий раны медвежий жир. И хотя через несколько месяцев он выходил своего ученика, сама мысль о тренировке после контузий, плена и перенесенных ранений казалась невозможной. Судьба Дзгоева вновь столкнулась с его характером и отступила. Я однажды пришел в зал, и я тогда не знал, кто такой Асланбек Захарий Дзгоев. Смотрю, он тренируется. Я вот увидел его грудом мысль красивых и очень красивое-красивое лицо. Такой профиль, так и из греческой мифологии. Тренируясь сам, Дзгоев параллельно начал работать с детьми. И это увлекло его. Он почувствовал, что оказался на своем месте. Родился талантливым тренером. Ну, родился, вот. Бог ему дал. Это было время, когда физическое воспитание рассматривалось как важная часть общеполитического процесса. Советский Союз начал подготовку к 14-м Олимпийским играм. Газеты и улицы пестрели спортивными лозунгами. Нужны были люди, способные поддержать спортивную честь страны на международном уровне. Яркие победы Дзгоева заметило спортивное руководство Осетии, и он получил полный карт-бланш на развитие вольной борьбы в республике. Это было время, когда множество мальчишек, оставшись после войны без отцов, находилось на распуте. Не знаю, что было бы со мной, если бы не мой первый тренер, если бы не друзья, которые привели меня в секцию, что было бы с десятками тысяч, сотнями тысяч детей, которых точно так же привели бы. Росли мы в таких местах, в таких районах, где хулиганства много было. И первый, один из главных и важных факторов, что борьба или спорт, возьмем так, отвлекли от улицы, а это, естественно, от курения, от выпивки, от плохого поведения, от тюрем, можно сказать, и так далее. Вот это первое, что дала борьба. Исколесив всю республику, Цгоев собрал во Владикавказе лучших 17-18-летних ребят и начал проводить во всех районах соревнования по классической, вольной, а также национальной борьбе, которая традиционно пользовалась в Осетии большой популярностью. Если говорить о характере, о духе, то, наверное, каждый осетин, особенно из молодых и из спортивной среды, это люди, которые рвутся к победе. Сотни мальчишек шли записываться в секцию Касланбеку Цгоеву и влюблялись в борьбу. Для любого подростка его школа становилась отправной точкой в жизни. Конечно, ковер учит очень многому. Первое – это зачастую ежедневно переступить через себя, через свое немогу, через свою лень, через свое слабое я, которое у каждого человека есть. Никогда не отказывал Цгоев тем, кто хотел заниматься у него в секции. «Пусть из ста ребят один будет чемпионом», – говорил он, «а все остальные просто станут крепкими, сильными мужчинами». И делал чудеса. Хлюпики становились у него богатырями, а честь Родины защищали сильнейшие. И как рентген насквозь видел он каждого человека, каждую боль, где чего не хватает, он это все видел, потому давал то, чего не этого человека. Он мыслил стратегически. И с 1948 года начал омолаживать возраст начальных групп до 12-13 лет, как это делалось в древнегреческих школах борьбы в Холестерах. Новый системный подход оправдал себя. Одно поколение росло за другим. Это стало основой будущей школы осетинской борьбы, которая позже прославится на весь мир. У него была удивительная интуиция и свой, взгоевский метод отбора детей. Детям всем давал лопаты на берег Терека, на старом стадионе «Спартак». Каждому отмерял метр туда, значит, копай яму. Закончишь, скажешь, другому, третьему. И вот он ходит около них, дети копаются. Городской мальчик первый раз лопату держит в руках. Вот они, семилетки, восьмилетки, ковырялись, ковырялись. И с этим он подходил так, как тебя звать? Суслан. И положил обату, где брал, придешь завтра на тренировку. И вот так он отбирал. И тех, кого он отбирал, ни один не был, чтобы результат не показал. Из-за способности безошибочно предугадывать будущее спортсмена в борцовской среде дзгоево называли Нострадамусом. Однажды к нему на соревнования привели мальчика из совхоза. Он говорит, вот этому мальчику больше в совхозе у вас там делать нечего. Мне он не нужен, он ваш, он говорит, он мне не забирал. Выколешь мне глаз, если он чемпионом мира не будет. Ну я, судя вот его разговора, где-то из-за откровенности, уважая Сламбека Захаровича, где-то я на улице эту реплику сказал. С меня смеялись, пальцем показывали. Поверил какому-то Асланбеку Захаровичу, чемпионом мира будет мальчик, который впереди еще. И вы представляете, вот 76-й и 87-й год, ровно через 10 лет он чемпионом мира стал. Он внимательно смотрел на ученика и проглядывал в нем его перспективу, его потенциал, его кинематику, его анатомию, значит, его психологию. И в зависимости от этого он для него персонально, индивидуально, значит, давал мягкие советы, которым не прислушаться нельзя было. Когда в 1977 году он предложил своему коллеге отдать одного из его лучших учеников, Исраила Арсамакова, на штангу, тот пришел в недуумие. Он говорит, слушай, Магомед, этот мальчик будущий чемпион мира и олимпийских игр по штанге. И ты не мучай его, отдай, передай ему. У него нет тех скоростных качеств, которые должны быть у борца. Прошло всего три года, и предсказания тренера Нострадамуса сбылись. Среди тех, кто приходил к Цгоеву на тренировки, был и будущий руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, детство которого, как известно, прошло во Владикавказе. Но тренер быстро рассмотрел, что его схватки на другом поле. Для того, чтобы воспитать одного, выявить одного спортсмена, вот как вот через сито пропускают, значит, песок, допустим, когда золото ищут, вот через это сито, через руки прошла масса людей. Надо быть на том месте и с этой горки видеть, что он видел. Секцию Асланбека Цгоева в шутку называли «Лабораторией по подготовке чемпионов». В этой лаборатории был подготовлен и первый из россиян, ставший чемпионом мира, Олимбек Бестаев. Те приемы, которые делал Бестаев, прошли в грузинской борьбе Чейда Оуба. То есть все их знали, все от них могли контрприемы делать. Они были уже не так эффективны. И вдруг Бестаев делает тот же самый прием, казалось бы, тот же самый, а на самом деле он был совершенно другой. Когда он эту красоту показал этих бросков, то весь мир был в восторге. Такого мира не видел до этого. Два года японцы никак не могли разобраться, как проводился этот прием. Раньше была очень серьезная старая школа. Допустим, прошло соревнование, и кто-то из наших спортсменов проиграл на какой-то бросок или на какой-то прием. И весь зал готовился в закрытую. То есть это было тайное за семью печатями. И потом уже где-то год или полтора у наших борцов было противоядие. То есть это была постоянно такая интеллектуальная гонка, поиск таких решений, которые приводили к результату. К результату приводила и неповторимая дзгоевская основательность, которой у него все учились. И, конечно, дзгоевские правила для будущих чемпионов. Всегда он говорил, у вас праздник только есть в воскресенье. Остальные шесть дней, что бы ни было, где бы ни было, руки болят. Он говорит, руки болят, ноги качай. Ноги, руки болят, шею качай. Как у каждого художника есть мастерская, творческая. Но также и у него была своя творческая мастерская. Он был индивидуалист. Он не любил, что вот как комплексная бригада тренирует. Он сам был и воспитатель, и тренер, и врач, и все на свете. Тренировка как начиналась, значит, ну, естественно, раздевались, проходили, строились. И обязательно на первый, второй рассчитались. И он обязательно спрашивал самочувствие. Кто себя как чувствует? Как вы? И если кто-то говорил, что там болит или одно, или второе, он мог отстранить от тренировки. Мог. Если это была не фантазия человека. И вот он построит нас и говорит, так, больные, косые, хромые есть. Я говорю, Асламбей Захарович, голова болит. Ну, я уже понимал, что нагрузка будет запредельная. Ну, и каждый старался что-то как-то увильнуть. И он на меня смотрит, говорит, Витя, что в твоей голове болеть может? Ну, и там парень стоит какой-то, он поворачивается, говорит, Слушай, а у тебя голова когда-нибудь болит? Он говорит, нет. Вот видишь, в пустой голове болеть нечему. Невозможно сердиться на того, кто заставляет вас смеяться. Без шутки не обходилась ни одна тренировка с боем. Но без строжайшего соблюдения спортивного режима и железной дисциплины победы не даются. У меня до сих пор осталось внутри. Когда садился кушать, он говорил, заработал ли я еду сегодня. Я много раз садился голодный. Садился кушать, вспоминал его слова. У меня слюной чуть не заглотнусь, вижу еду. А кушает агота, но я нагрузку не привносил. Ложил ложку, вилку, одевался, нагружался по телу, потом садился за стол. Вот эти принципы были Асланбека Захаровича. Говорят, у великодушного человека весь мир становится родней. Через руки Асланбека Цгоева прошли тысячи подростков, для многих из которых в трудные послевоенные годы он стал вторым отцом. Мне посчастливилось, я Асланбека Захаровича знал очень хорошо. И вот его, как мы называли, ну, во-первых, его ученики называли батей. Он был рядом с ними, и когда они побеждали, и когда терпели поражение, помогая снова поверить в свои силы. Он подходил, и вот у него было там такое, ты проиграл, знаешь, почему? Ты не воспользовался вот этим моментом, вот этим, вот этим. Надо это усиливать и так далее. Вот это человеческое отношение, это дорогого стоило. Ему подражали. Одни копировали его манеру говорить, ходить и держаться. Другие пытались заниматься теми видами спорта, которыми он увлекался в юности. Он был чемпионом Балтийского флота по боксу. Да, увлекался боксом. И, ну, мы знали об этом. И, значит, у нас в зале, помимо ковров, был ринг еще. И вот один из наших ребят, Миша Гагиев, брал уроки бокса. Ну, и потом какое-то время ему показалось, что он уже знает бокс, и начал приставать к Асламбек Захаровичу. Батя, давай подеремся, давай подеремся. Ну, мы, конечно, со стороны. Он отказывался, значит, нет, нет, не надо, Миша, не надо. Ну, в общем, мы их как бы свели. Свели на ринге. И мы смотрим, как они дерутся. А Назаренко судит. Ну, и Назаренко подсказывает Мише. Так, левой, правой, значит. Асламбек Захарович руки поставил, так, и защищается. Миша бьет. Ну, бьет в основном по перчаткам, по локтям. Асламбек Захарович не отвечает. Первый раунд закончился, ни одного удара не сделал. Второй раунд закончился, ни одного. А потом мы ему говорим, Батя, ну, ты один раз сможешь его ударить. И он такой, значит, жест такой сделал, движение такое, левой рукой, еще со звуком, там, ау. И Миша, бедный, купился на это и опустил руки. И он его прямым таким, ну, не хотел, видимо, так, но так попал бедному, что, ну, упал. Не нокдаун, а нокаут. Когда Миша пришел в себя, вернее, потом уже, когда он пришел, стал ходить на тренировки, мы ему говорим, расскажи, как было. Он говорит, вот помню, говорит, хорошо, что я лечу. Я лечу, лечу, и вокруг солнца. Вот больше, говорит, ничего не помню. После этого он уже больше не экспериментировал, никого не подпускал, значит, чтобы с ним кто-то... Он очень мощный был человек, очень мощный и разнообразный. Он широко мыслил, широко видел, широко чувствовал. И на своих тренировках не уставал повторять, что любая победа начинается с головы. Когда уже иссякают силы и так далее, он подходил там, ну, любому спортсмену. И мы всегда это знали, что может быть такой каверз на вопрос. Он говорит, что ты прочитал, говорит, «Войну и мир» читал, он говорит, не читал Аснабих Захарович, времени не было. Он говорит, поэтому ты не думаешь, у тебя голова не работает. Сам Цгоев не расставался с книгой и обладал невероятной эрудицией. Юные борцы, не всегда успевавшие учить уроки, придумали хитрость. Во время передышки задавали Асланбеку Захаровичу вопросы по заданной теме. Слушали, запоминали и так спасались от двоек. Нам казалось, что Патя может ответить на любой вопрос. Даже когда он нас не тренировал, он садился и писал конспекты. Он очень много над собой, сам над собой работал, чтобы мы за ним тянулись, и он шел к какой-то высоте, которая тоже нам была как бы непостижима. Понимая, что жизнь не ограничивается ковром, тренер никогда не ставил во главу угла сделать человека чемпионом. Он был честен со своими учениками и любил повторять, что хороший специалист может быть плохим спортсменом, а хороший спортсмен плохим специалистом никогда. А что потом после спорта будет дальше? Он даже говорил, надо учиться, заканчивать высшее образование. Спорт не вечен. Количество детских тренеров, которые несли вот ту созидательную идеологию, их с каждым годом становится все меньше и меньше. Приходят прагматики. Победа, во имя победы применяем любые методы. Казалось, что заслуги Цгоева столь велики, что его ждут великие награды и почести. Так оно, наверное, и было бы, имея он другой характер. Нас всегда поражало, как он умел разговаривать с людьми самого различного ранга и уровня. Его не интересовали ни должности, ни звания. Он делал то, что считал необходимым. Он делал то, что нужно было в этот момент. Вспоминается 1968 год. Идет чемпионат России по вольной борьбе в Дагестане. Аслан Бехтсгоев – главный судья соревнований. Стадион «Динамо» – полная народа. Идет открытие соревнований. Играет гимн Советского Союза. Ну, так посмотрим, многие сидят. Многие сидят. Не встают. Когда закончился гимн, я вам взял микрофон и сказал. Таким голосом. Когда играет гимн Советского Союза, граждане СССР должны стоять по стойке смирно. А военные там или офицеры должны взять под козырек. Это он сказал. Всему стадиону сказал. Сказал, сказал. Мы продолжили соревнования. Потом к нему подошли. И завели в кабинет. Ну, работники наши. Эти правоохранительные органы КГБ. И завели им и сказали. Скажите, пожалуйста, а на каком основании вы учите нацию? Вы представляете? И вас странили от этого. Он был по натуре, как я понял, воин. Ну, воин не с копьем, а воин по жизни. Сильные люди в толпу не превратятся никогда. Борьба для Цгоева не ограничивалась ковром. Она была для него способом проживания жизни. Он не мог молчать, если рядом что-то происходило вопреки смыслу. Он говорил, что нет честности и правды. Не всегда сильнейших берут. Кто побогаче, могут протолкнуть. И он не согласен-то был с чем. Даже в своей республике, с партийным руководством. Ему говорили, вот этого возьмешь. Вот этого. В сборную его. Он сказал, он говорил, нет. 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 Я вижу, как профессионал, что этого парня нельзя брать. Когда он считал, что он прав, то его очень тяжело было извинять. Но это как показывает время, он оказался прав всегда. Если человек заслуживал, он делал все возможное, чтобы открыть ему дорогу для выступления. Ну, а если ситуация не складывалась по объективным причинам, в ход шел знаменитый взгоевский юмор. Перед поездкой у нас так получилось. 68 боролся с Арменией. Сафариан. И он не попадал в сборную, но плакал, хотел в сборную на чемпионат СССР, Олимпийский год. И он говорит, Асламик Захарович, а я не буду бороться? Он говорит, ты обязательно будешь бороться, если Юсупов умрет. Вот, говорит, это такой черный юмор. Ну, там было пять человек, только в весе выставлялось, а он шестой попадал. Юмор помогал сгоеву всегда. Даже когда спортивное руководство республики не в силах справиться с его характером, пустило в ход интриги и клевету. Тогда и родилась еще одна метафора сгоева. Если увидишь, что человек лежит в грязи, ты не поднимай его, а то он встанет и будет твоим начальником. В начале 70-х годов сгоев покинул Осетию. Для такого исполина Осетия оказалась маленькой. Он вот свои тяжести никогда не высказывал. И когда происходило что-то вот, даже упомянутое, внутренний конфликт в республике, когда он уехал с республики, он даже не возвращался к этому, он шел совсем по другому пути. Он говорит, ну так суждено, наверное, было. И вот у него главный акцент был на то, что вот создать, сделать, помочь. Ему предстояло ответить на очередной вызов судьбы и все начать сначала. Немногие понимали, сколько внутренних усилий требовалось ему для этого. Но это был его путь. Ни один тренер не начинал столько раз с нуля. Он подготовил блестящую плеяду борцов, работая в Спартаке. Перешел в Динамо и снова успех. В Осетии в свое время быть учеником Асламбек Захаровича это было все. Но он вышел за рамки Осетии, он подарил вольную борьбу всему Северному Кавказу, начиная с Чечни, Ингушетии, Карачаева, Черкесии. Вопреки поговорке «один в поле не воин», когда из республики уехал Цгоев, оказалось, что на его плечах держались многолетние победы борцов, вольников Осетии. Асламбек Захарович, когда уезжал в Карачаево, Черкесию, в Грозный, естественно, и мы видели, что там моментально появлялись результаты. моментально. Ну, полгода, год, и там результаты уже. Совсем другие результаты. Конечно, там борьба поднималась. Здесь, где он отсутствовал, результаты, как всегда, были не самые лучшие, будем так говорить. Обычно говорят, побеждаем вместе, проигрывает тренер. Это не случайно сказано, потому что тренер действительно является человеком, ну, который в 99 случаях из 100 предопределяет, если даже, может быть, в 100 случаях, предопределяет будущее спортсмена. Для него не было ничего невозможного. В мировой практике нет случая, чтобы отец-тренер сделал чемпиона из сына. Асламбеку Цгоеву это удавалось дважды. Ему раз Цгоев, не проиграв в финале ни одной из шестих хваток, стал обладателем сразу двух титулов. Чемпиона спартакиады из страны. Это вообще был уникальный случай. Если вы возьмете историю всех тренеров, великих наших спортсменов, то есть, чтобы отец подготовил сына в 20-х чемпионах мира, такого нет. В одной шеренге награжденных и тренеры, и спортсмены. В одной шеренге друзья соперников. Он всю жизнь работал на пределе своих возможностей. И для сотен мальчишек стал тем мостом, пройдя по которому они смогли стать настоящими мужчинами. И поверить в то, что в жизни нет ничего невозможного. И это выстроило их путь и судьбу. и судьбу, и судьбу, и судьбу. Я решаю, но у нас смс-ка идет в сердце. Ты решение вопроса видишь и говоришь, откуда, а, Суббек Захаровичу говорил. Продолжение следует...